МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вспомним, как говорится, что было, что стало, на чем сердце успокоилось. Наши авторы постарались, чтобы итоговая программа получилась не такой вот беспокойной, каким бывают экспрессивные ежедневки. В нашем меню сегодня самое интересное и важное за неделю. И давайте к делу. Вот наши заголовки. Праздник жизни. Горожане приняли участие в самом настоящем карнавале с участием звезд проекта «Голос». «Даешь целковку» – дорожники пообещали в самое ближайшее время завершить ремонт на улице имени космического гения. Перекрывать ее больше не будут. Жив курилка. Почему пивные заведения в пристройках к жилым домам продолжают процветать? Рязанцы возмущены. Все законы бессильны перед заправилами распивочного бизнеса. В память об игумене всея Руси в Глебовом городище прошел крестный ход в честь 700-летия Сергия Радонежского. Начнем с праздника недели. До сей поры рязанцы вспоминают праздничный карнавал, в который вылилось действо на Соборной площади в ту субботу. Город отмечал праздник «Грин Парк. Территория детства». Такого, надо сказать, мы, горожане, еще не видели. Тут вам и микс спортивно-развлекательных площадок, и бронзовые статуи на поверху, оказывающиеся живыми артистами трехметровые пьеро, шагающие над почтеннейшей публикой сцены, музыкой, танцей, веселья. И, конечно же, заезжие звезды, как выкрикивали раньше, зазывалы прямиком из французского города Парижу. Но не из Парижа, конечно, нам и своих знаменитостей хватает, чужого не надо. Праздник получился не только веселым и по-хорошему шумным, но и самым, что ни на есть, демократичным. Так, например, стенды и площадки представляли не просто ответственные люди, а руководители городских управлений. Здесь же можно было и разузнать, например, у первых лиц, в какую спортсекцию записать ребенка и посоветовать начальству обратить внимание на ту или иную особенность рязанской жизни, которую надо бы привести к должному порядку. Хотя праздник есть праздник, и вокруг было шумно, прежде всего от поздравлений и радостных приветствий. На удивительные действия в Рязань приехали жители многих районов нашей области. Настоящий праздник стоит дальней дороги, тем более, что на площади было много встреч. Народ общался с бронзовыми людьми, старался подпрыгнуть и поздороваться за руку с белыми великанами, словно только что перешагнувшими рампы старинных театров. Желающие могли проявить талант, исполняя любимые композиции на площадке «Свободный микрофон». Ну а кульминацией всего праздник стал концерт звезд проекта «Голос». В Рязань приехали такие суперстары, как юные Рагда Ханиева и Лев Акселерот, и победители взрослой номинации «Голоса» Дина Гарипова и Сергей Волчков. Так что праздник удался. И главное, что маленькие и взрослые рязанцы увидели, почувствовали, как много у нас вокруг хороших, добрых и талантливых людей. Это и есть Россия, Родина, это и есть будущее. На сцене праздника работал пребывающий на пике популярности актера, ведущий Александр Олешко. Работал ярко, феерично и вдохновенно. Даже сам пел, причем без всякой фонограммы, и всю зрительскую аудиторию бегом обижал, здоровался. И это правильно, потому что приди домой, человек, и начни рассказывать, что видел звезд. О чем его спросит? Так и спросит, вблизи видел или далеко. Вот и надо, чтобы знаменитый артист хотя бы на секундочку да рядом оказался, чтобы гордо ответить, да вот видел, прям как тебе. Нам удалось записать с Александром Олешко специальное интервью. Сейчас вы его увидите, но вначале, как это ныне модно, промо-артиста. Итак, Александр Владимирович Олешко 38 лет родился в Кишиневе. С детства ему нравилось все, что было связано с выступлениями. Мальчик всем говорил, что будет артистом. А когда пошел в школу и, открыв букварь, увидел Красную площадь на картинке, объявил, что когда вырастет, будет жить в Москве. Сейчас Александр говорит, что не строит карьеру, он занимается любимым делом, тем, что ему самому очень нравится, что приносит удовольствие. Ежедневно актер получает около 250 писем от благодарных зрителей. Когда мне было 14 лет, у нас было такое путешествие из Кишинева в Москву. Мы приехали в Москву с моим папой, с моей мамой. И их друзья жили здесь, как, собственно, и по сей день. Мы у них остановились. И это было в период моего поступления в эстрадно-цирковое училище в 1991 году. Поэтому я здесь загадывал, значит, свою будущую жизнь. Говорил о том, что я вам обещаю, что обязательно артистами сюда вернусь. Только дайте мне, пожалуйста, возможность. Подпитай меня, земля. Подпитай меня, Есенин. Вот такими прямыми, в общем, текстами я практически просил. Небо, пространство и этот город тоже, который недалеко от сердца нашей Родины. Ну вот, видите, мечты сбылись. Потом здесь я впервые познакомился с Нонной Гришаевой, между прочим. Это было в Рязани, только я... Кинотеатр Москва, правильно? Есть. Вот видите, в кинотеатре Москва. Для меня тоже это было знаково. Все, Москва. Значит, я смотрел фильм на Дерибасовской «Хорошая погода». Дельная Брайтон-Бич опять удачи. Это был последний фильм Леонида Гайдая, где играл красавец Дима Харатьян. И там, значит, есть такая сцена, где среди каких-то красноармейцев, значит, какая-то конница. Но это изображают девушки, эту конницу, как театральная сцена. И там вот танцует юная-юная девочка Нонна Гришаева. Так что я с ней познакомился как с артисткой, видите. Потом мы с ней столько вместе сделали и объездили полмира. А как вам сегодняшний город Рязани, который вы увидели уже спустя такое большое количество... Вы знаете, я всегда мечтаю о том, чтобы наши города были уютнее, красивее, чтобы в них было больше фонарей, было меньше дурацких вывесок. Например, бы с удовольствием бульдозером бы снес отель, который называется «Красивая любовь». Потому что он похож то ли на ядерную боеголовку, то ли на планетарий, то ли вообще непонятно на что. Совершенно непонятное, уродливое, некрасивое, плохо пахнущее здание в таком красивом городе. Я считаю, что к облику наших городов нужно обратить особенное внимание и душу, развернуть и сердце. Тогда и туристы будут, тогда и захочется внутри страны очень многим ездить, видеть. Вот стоит красивый фонарь, да? Зачем рядом с ним стоит уродливый серый столб? Непонятно. Ну, таких столбов много и по всему миру, но мне бы хотелось все эти столбы выкорчевать, выкопать, сложить куда-нибудь и спрятать. Чтобы была видна природа, чтобы были видны люди. Потому что люди у нас на самом деле хорошие. Их нужно разглядеть, им нужно дать чуть-чуть больше тепла, внимания. Не дежурно, а от сердца. Поговорили о народных гуляниях, теперь о не менее народных чаяниях. На этой неделе в нашу редакцию был тревожный звонок от уже знакомых нам обитателей бутырок по уже знакомой нам теме. Опять жалуются люди на пьянство, которое культивируется вокруг местного печально известного питейного заведения. Когда-то наши авторы выезжали в микрорайон, репортаж был отснят, вышел в эфир, точку прикрыли. А женщины-активисты выслушали потом немало плохого от завсегдатой в заведении. Даже, говорят, до угроз доходило. И вот вам здравствуйте. Опять работает наливайка, как ее не переименовывая. Сейчас вы увидите все воочию, а предваряя материал, скажем, ну не будет честный, трезво мыслящий народ с уважением относиться к властям, которые не в силах справиться с такой вот проблемой, несмотря на обилие вышедших законов, как федеральных, так и местных, направленных на борьбу с пьянством. Вот и выходит так, что приезжают, например, журналисты в парламент, выслушивают важных депутатов, которые уверяют, что вот уж теперь-то с незаконно расположенными распивочными будет покончено, окончательно, бесповоротно. Выслушивают и про законодательные механизмы, и про взаимодействие с правоохранителями, и про то, и про это. А потом приезжают репортеры вот в такие вот бутырки, и вот вам законодательство, вот вам механизмы, вот и взаимодействие. Тонет все это в лужах, которые напрудили прямо у подъездов и детских песочниц, вдрызг пьяные персонажи, вываливающиеся из дверей непотопляемого питейного дома. Как-то так все это у нас неказисто. Вот уже несколько лет в пристройке дома номер 5 по улице Второй Бутырки работает питейное заведение. Активную борьбу с ним местные жители ведут давно, и казалось, что с принятием областного закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах и пристройках к ним люди одержали победу. На некоторое время даже закрылась знаменитой на всю бутырке лесная избушка. Однако довольно быстро на другой стороне пристройки возник новый проект – бар у камина. Посетили ли, впрочем, остались прежние, и жители микрорайона по-прежнему жалуются на творимые ими безобразия в окрестных дворах. Контингент там не изменился. То есть ни с ребенком там не зайдешь, там чайку попить, посидеть. И там только если хотим мы пополнить словарный запас ненормативной лексикой, пожалуйста, это можно зайти и послушать, посидеть. Народ туда приходит тот же самый, та же самая пьянка до 10 часов. Люди выпивают, там закусывают. Естественно, туалет, то, что рядом у нас, вот, ходит. Сейчас она называется «Бар», но это, конечно, не бар, это настоящая забегаловка. Здесь притон для всех, вот, всех бутырских алкоголиков. Вы посмотрите, на стенах вот этой забегаловки три портрета, три портрета Путина, нашего президента, значит, да, и с Медведевым, да, который сидит с кружкой пива. Еще где нашли эти фотографии, развесили. То есть, значит, Путин у них получается с обутыльником, вот здесь. Ну, это безобразие, это просто безобразие. Местные жители жалуются, что когда после 10 вечера бар закрывается, то совместные посиделки в опивах плавно перетекают в близлежащие дворы, с соответствующими отсюда последствиями в виде криков, руганий и даже драк. Разговор с администрацией бара у Камина у людей явно не получился. Работники твердят, что все у них законно. Алкоголь лицензированный, закуски свежие, в зале чисто. А то, что клиенты после посещения питейного заведения устраивают дебош на улице, так это их мало касается. Мол, как выпивали, так и будут выпивать. И если не будет бара, так на скамейках у подъездов будут разливать. Я считаю, что вообще в таком микрорайоне, если что-то создается из инфраструктуры, это должно быть для всех жителей, а не для какой-то группы лиц. Поэтому, конечно, у нас очень многие жители возмущаются. И пример и для детей, и для подростков. Такого бы просто не должно. А получается, что куда бы мы ни обращались, то есть те, кто конкретно обязаны этим заниматься, вот такое ощущение, что люди глухие. И глухие, и слепые. Вот как еще нужно тогда нам сделать, чтобы нас услышали и все это увидели. Я хотела бы обратиться к нашим законодателям, к нашей администрации Рязани и Рязанской области. Но если уж они издают постановления, законы, которые обязывают закрывать вот такого рода забегаловки в жилых домах, если уж они издают законы, то нужно, конечно, следить за тем, чтобы эти законы выполнялись. Местные жители говорят, что если бы вместо бара открылась, например, аптека, парикмахерская или ателье по пошиву одежды, то никто против и слова бы не сказал. Но получается, что мнение жителей никак не учитывается. Кроме того, стало известно, что владельцы рюмочной выкупили еще и квартиру на первом этаже многоэтажки. Выходит, что закрываться они отнюдь не намерены. Но удивляет местных жителей другое. Почему до сих пор никто из чиновников и местных депутатов не обратил внимания на активную работу бара на вторых бутырках? На этот вопрос у людей уже напрашиваются самые разные и довольно неприятные для властей ответы. Вот как, наверное, обидно рязанцам, жителям бутырок, когда у себя во дворе они видят такое ежедневное пьяное представление, а по телевизору наблюдают какую-то другую жизнь. В другой, по всей видимости, стране, городе с тем же названием, но другом. В котором, например, открываются волшебные прямо кукольные парки с прудами, дорожками, игровыми и спортивными площадками. Вот какой репортаж был снят нами в этот четверг в Дашково-Песочне рядом с центром «Октябрь». На улице Советской Армии, недалеко от кинотеатра «Октябрь», практически завершились работы по благоустройству нового парка. Детская площадка, спортивные снаряды для многочисленных поклонников здорового образа жизни, красивейшие тротуарные дорожки, имеется даже скейт-роллер-дром. Так что парк получился современным, а не просто площадкой с деревцами и парой лавочек. Кстати, о лавочках. Эти необходимые атрибуты, равно как и урны, скромно, но достойно вписались в парковый пейзаж. Ну а на десерт – три прекрасных, почти сказочных пруда. В следующем году вся эта прелесть будет оправлена изумрудного цвета газонной травой. Так что позавидуешь песочинцам. Понятно, что они сами отзывы о парке оставляют с улыбками на лицах. Видели новый спектр на Советской Армии? Видели. Замечательный, очень. Наблюдаем каждый день из своего окна. Очень приятно. Классно, вообще очень красиво. Особенно вот как парк сделан, да, вот озеро там еще очень красиво. Мы все прямо каждый раз едем домой, восхищаемся. Мне там нравятся горки всякие. Можно также с детишками посидеть на лавочках. Ну то, что для детей есть уголок, где пенсионерам поотить, ну в принципе очень хорошо. Если бы, конечно, все это поддерживалось так, как есть на данный момент, то было бы замечательно. Но это все зависит уже от людей. Работы велись все лето. Средства на строительство были выделены руководством строящегося рядом гипермаркета в качестве добровольного пожертвования в муниципальный бюджет. Что же тут скажешь? Хороший пример сотрудничества бизнеса и города. Рязанцам такой подход по душе. О народных чаяниях мы еще поговорим. О второй части программы. Вот ее некоторые темы. Даешь целковку, дорожники пообещали в самое ближайшее время завершить ремонт на улице имени космического гения. Перекрывать ее больше не будут. В память об игумене всея Руси в Глебовом городище прошел крестный ход в честь 700-летия Сергия Радонежского. Первая в городе в 69-й Рязанской школе открыта автоплощадка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем программу «Вопросом недели». Многие рязанцы в телефонных звонках спрашивают нас о том, когда же завершится ремонт на улице Циолковского. Чтобы расставить все точки над «и», хотя бы, насколько это возможно, на этой неделе мы сняли репортаж на Циолковке и провели информационно-разведывательные работы во властных структурах. Все, что удалось узнать прямо сейчас. Сейчас на улице Циолковского после проведения ремонта дорожного покрытия автомобильное движение полностью восстановлено. На новое асфальтовое полотно осталось нанести разметку. Как сообщают власти города, рабочие сделают еще и съезды на второстепенные улицы. Но эти работы, по их заявлениям, будут производиться исключительно по ночам. Впрочем, некоторые места улицы Циолковского еще нуждаются в улучшении. Прежде всего, тротуары и съезды с них. Хотя, по мнению горожан, сейчас улица, названная в честь основоположника космонавтики, выглядит куда как лучше, чем перед ремонтом. Вот улица Циолковского сейчас ремонт ведется, на ней вот дорогу положили. А что еще нужно сделать? Ну что, не знаю. Мне кажется, вот дома покрасить вот эти вот, очень они облезлые. А так вроде как это, все нормально, если сделают дорогу. И тротуары будут. Тротуары, конечно, тротуары все. Вот сейчас, если сделают, очень будет хорошо. Чтобы дорожки были, где можно пройти, в смысле, переходов было побольше. Ну, так что, все остальное. А вот здесь, по тротуару, вот, может, что-то делать надо еще, бордюры там, золотать, дырки где-то? Ну, дырки-то, это само собой, но вот я пока прошла, а театрально я иду, я пока особенно не увидела. Вот здесь вот только вот, так что я не могу ничего плохого сказать. Вот с коляской сейчас по улице Циолковского нормально идти? Очень. Идем и хвалим. Только об этом сейчас говорили. Говорим, как же хорошо, это что-то. Раньше едешь с коляской во все стороны, качает ее, а сейчас прям как по маслу. Напомним, что для проведения необходимых дорожных работ власти города намеревались перекрывать улицу Циолковского два викенда подряд. Однако дорожники потрудились на славу и выполнили весь объем работ по укладке асфальта за одни выходные. Потому и перекрывать улицу Циолковского для автомобилистов больше не будут. А оставшуюся часть работ по ремонту съездов, тротуаров и нанесения разметки доделают в течение сентября. На этой неделе продолжились торжества в честь 700-летия Сергия Радонежского. В селе Глебово-Городище в этой связи прошел крестный ход. Место выбрано знаменательное, но известное исторической битвой на Вожжи, когда русские дружины разбили татарское войско. И стало это сражение предвестником скорого освобождения Отечества от бремени многолетнего чужеземного ига. К этому великому делу, как известно, и руку, и сердце приложил и преподобный Сергий. Часто можно слышать, как преподобного Сергия называют игуменом всея Руси. Он и при жизни был, по свидетельствам современников, обращиком смирения, отшельником, чуждым гордыни, злобы, раздражения или уныния. А уже в наше время писал о Сергии Радонежском писатель Валентин Распутин, что мы, неразумные дети неразумного века, усушенные к тому же дурным образованием, знаем сегодня о Сергии Радонежском. Большинство из нас ничего не знает, кроме имени, которое и помимо церковных стен звучит как бы само собой, одним движением воздуха, и означает что-то светлозовное, терпеливо нас дожидающееся. И только немногие из нас при имени преподобного Сергия обращаются не к памяти и не к книгам, а к душе. Он там. Звезда Вифлеема зажгла многие звезды, и одна из них, по-русски неяркая и мягкая, привела к рождению в самый необходимый момент нашей истории первого печальника земли русской и собирателя ее единого духа. По словам современников, старец тихими и короткими словами мог умягчить самые ожесточенные сердца, чем и пользовался не раз, примеряя даже враждующих между собой князей. Во многом благодаря ему к моменту Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича, а тот накануне сражения отправился за благословением не куда-нибудь, а к Сергию в Свято-Троицкий монастырь. Игумен предрек нашему воинству победу и дал в помощь Дмитрию двух иноков княжеского рода, легендарных ныне Пересвета и Ослябьев. А в день Куликовской битвы, сообщают летописцы, преподобный горячо молился с братьей о победе русского оружия. Телом стоял на молитве в храме Святой Троицы, а духом был на поле Куликовом. Там, на молитве, в храме, он праведчески сообщил о гибели Пересвета, о ходе сражения и, наконец, об окончательной победе русского оружия и воинского духа. В конце XIX века, произнося на торжественном собрании Московской Духовной Академии речи о преподобном Сергии, знаменитый историк Василий Ключевский сказал, своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сене смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Так что, отмечая в эти дни 700-летие Сергия Радонежского, мы с вами тоже прикасаемся душой к величайшей духовной тайне и наследию подвижника и пророка русской земли. О делах насущных и тоже в каком-то смысле сердечно говорил на этой неделе рязанский губернатор на заседании регионального правительства. Как известно, в нашей области живут, обустраиваются, воспитывают и учат детей, бежавшие от войны жители Донбасса. Так вот, глава региона Олег Ковалев потребовал от всех чиновников чуткого отношения к людям, оставшимся без крова и приехавшим к нам с надеждой на помощь братьев-славян. Вот вне зависимости от того, хотят ли они у нас остаться, или же они хотят вернуться на родину, необходимо отнестись со всем вниманием к тем проблемам, которые они могут называть в ходе своей жизни. Мало ли, появляются самые разные проблемы. И все, что можно решить, вот все надо решать. Ну и, наконец, открытие недели произошло в Рязанской школе номер 69. Здесь презентовалась первая в столице области детская автоплощадка. Дело это новое, а потому самый свежий репортаж пойдет без всяких предисловий, потому что больше корреспондентов об этом деле знают, наверное, только авторы проекта, но уж никак не студийные ведущие. В 69-й школе, что находится в Канищево, состоялось открытие первого в городе автогородка. Маленькие светофоры, пешеходные переходы, знаки, имеются даже электромобили. Все эти дорожные атрибуты установлены для того, чтобы в игровой форме приучить юных рязанцев к правильному безопасному поведению в оживленном городском транспортном потоке. Это пилотный проект. Средства выделялись областной администрации в рамках областной программы безопасности дорожного движения. Мы можем видеть, что здесь построен настоящий участок дорожной уличной сети со знаками. Дирекцией школы были закуплены вот такие чудесные автомобили, велосипеды, на которые дети могут в полном объеме заниматься изучением правил дорожного движения. Причем, как мы можем видеть, это будет не только, как бы происходит сейчас во многих местах, картинках, а наглядно, как в настоящем городе. С заключением, что только транспорт здесь получается детский. Сотрудничество Управления областного ГИБДД и руководства школы, несомненно, приносит положительные плоды. Дети с огромным интересом практикуются в знаниях ПДД. Главное, чтобы и за воротами школы они смогли грамотно применить эти самые знания. Думаю, что выбор школы не случайен, потому что мы очень тесно сотрудничаем с работниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. У нас в школе и на уроках основ безопасности жизнедеятельности, и на внеурочных занятиях Мы изучаем с ребятами правила дорожного движения. В школе работает отряд юных инспекторов движения. Они проводят различные акции на дорогах города Рязани и достойно представляют школу на областном конкурсе «Безопасное колесо». И мне очень хочется, чтобы ребята понимали, что вот открытие автогородка – это не просто развлечение, это большая забота очень серьезных взрослых людей о безопасности наших детей на дорогах, а значит и о сохранении их жизней. Усиление контроля на дорогах города с началом учебного года – дело правильное. За лето ребята расслабились. Многие вообще на весь сезон перекочевали в деревне. Так что для того, чтобы быстро влиться в нужное русло, им необходима помощь. Дорожные полицейские продолжат свою работу в учебных учреждениях. Потому что, как мы считаем, что нет ничего в жизни важнее, чем здоровье и жизнь детей. На этом завершим сегодняшнюю программу. Пора, как говорится, и честь знать, тем более, что наше эфирное время подошло к концу. Хороших вам выходных, доброй осенней погоды, которая так и зовет нас в парке на тихие прогулки. Ну или на спортплощадке, стадионы. Оставим на вечер кино, танцы и прочее развлечение. Ловим свежий прозрачный воздух, теплые лучи, добрые чувства. И до встречи в эфире.